Мне звонит очень много подписчиков, кто по пчеловодству, кто по рыбалке, кому просто делать нечего поболтать, ну а кто какие-то ответы получить на свои вопросы. Буквально недавно у меня был разговор со своим подписчиком из Германии. В нашем разговоре он меня спросил, сколько надо оставлять трутня в улье для спаривания с молодой маткой. Я ему ответил, что когда время придет, пусть рука его не дрогнет, пусть вырезает весь этот трутовый расплод к чертовой матери, ну зачем ему дармоедов на пасеке разводить. Вы знаете, в этот момент мне нужна была его реакция, что он мне ответит. Вы знаете, он со мной согласился. Он говорит, да и правда. Зачем мне труды нужны, они только мед едят, в жизни спарятся и толку больше с них никакого. Ну и еще клещ в расплоде. Потом немножко помолчал и спросил, а может все таки немножко труд не оставить, потому что если я его сейчас весь вырежу, с кем же моя матка будет спариваться. Если такое произойдет, то она спарится. Ну а потом за ненадобностью все, что там осталось, весь этот самый трутовый расплод я и повырезаю. Вы знаете, в этот момент я понял, что время пришло. Пришло время снять это видео. Видео об очень важном, работящим, незаменимым, смелом, недооцененном, оклеветанном члене пчелиного сообщества, его величестве труднее. Вы знаете, печально то, что так думает не только начинающий пчеловод, но и уже как бы есть пчеловоды со стажем. Стаж есть, а понимание пчелы, понимание важности труднее в пчелосемье так они и не приобрели. И распространяет вот эту чушь, которая вводит в заблуждение начинающего пчеловода. А это заблуждение может потом стоить недобору меда на пасеке, гибели маток, ослаблению пчелосемьи. Поэтому в этом видео я хочу как бы сломать этот стереотип, убрать эту несправедливость по отношению к трудню, которого называют дармоедом-бездельником. Поверьте, трудень не дармоед. Я постараюсь вам это доказать. Он скорее похож на батрака и благородного рыцаря одновременно, который живет и работает при матриархате Захарчи. Он отдает все свои силы и при необходимости жизнь для развития семьи и продолжения своего рода. Потом оказывается ненужным и выкинутым на помойку жизни, на голодную смерть. А дальше? А дальше клеймо бездельника и тунеядца. Плачевный финал, не правда ли? Но мы с вами сегодня эту несправедливость исправим. Почему мы с вами? Потому что я с вами поделюсь информацией. А вы этой информацией поделитесь со своими друзьями, родственниками, близкими в информационных сетях. И так пойдет по цепочке. И мы с вами реабилитируем нашего благородного трудня. Все пчеловоды знают, что перед роением старая матка начинает закладывать большое количество трудного расплода. Но это не для того, чтобы молодая матка потом с этим расплодом спаривалась. А для того, чтобы обеспечить молодую матку хорошей охраной во время ее брачного облета. И оставить после того, как основной рой уйдет, оставить в пчелосемье достаточное количество мужской рабочей силы. Но теперь по порядку. Во-первых, матка никогда не спаривается со своими трудами. Она спаривается только с чужими. И не с одним, а с несколькими. Для того, чтобы получить достаточное количество сперматозоидов. А их ей надо около 5-7 миллионов. Это ответ моему подписчику из Германии на счет того, чтобы оставить немножко трутня для спаривания с собственной маткой. Во время вылета матки на облет трутни выполняют функцию телохранителей, окружая ее плотным кольцом и не давая птицам, которые питаются пчелками, добраться до их королевы. Во время этой битвы ряды трутней рядеют. Ну а матка удаляется подальше от пасеки на безопасное расстояние, где испаривается с другими трутнями. Поэтому, чем больше старая матка заложит трутня, тем плотнее будет охрана у нашей молодой матки и тем больше у нее будет шансов выжить при облете. А если учесть, что при первом облете матка получила недостаточное количество сперматозоидов и готовится на следующий облет, вы можете представить, сколько ей еще надо охраны. А трутня уже нет, потому что умный дядя пчеловод в свое время его просто вырезал. Сразу в случае из жизни есть у меня товарищ, который до определенного момента всегда вырезал трутовый расплод. Таким способом он боролся с клещом и таким способом он повышал продуктивность пасеки. Потому что кто-то умный ему сказал, что трутень съедает очень много меда, ты его вырезай и меда у тебя будет в 2-3 раза больше. Вот послушал умного совета и резал трутня налево-направо. Так вот он придавил матку, чтобы не ждать, пока местом свящевая выйдет, решил купить. Матки как бы не дешевые у нас. Он купил бесплодную. Трутни ее приняли, через время смотрят, матки нет. Купил еще одну. Опять приняли, опять потом матки нет. В третий раз опять. Результат тот же. Начал злиться. Сперва он грешил на пчел, что они убивают маток. Потом грешил на матководовни, такие матки подсовывают. Теперь вопрос. Почему матки пропадали? Ответ вы уже знаете. В уле не было трудня. Мой знакомый, как вы уже поняли об этом, хорошо побеспокоился. Постоянно его вырезал. И при облете, не имея охраны, у маток просто не было шанса выжить. Их шансы были равны нулю. Теперь, что касается нашего трудня, как продолжателя рода. Здесь, конечно, ему не позавидуешь. Матка во время оспаривания, после того, как заполняются семя приемники, сжимает желоносную камеру и половой орган трудня отрывается. Трудень умирает. Он в очередной раз становится маленьким героем, потому что он отдал свою жизнь ради продолжения рода. Следующий плюс, который можно также поставить в защиту нашего трудня, это когда во время медосбора пасеку начинает атаковать щурки. Я был как-то у себя на пасеке и видел, что там происходит. Волнение сумасшедшее, потому что думаешь, ну если так вот полдня не полетают, то от пасеки ничего не останется. Но наш трудень тут как тут. И в этот момент, чем его больше в улях, тем лучше. Потому что трудни, как по приказу, вылетают из уликов и шокамикадзе носятся вокруг этой пасеки, отдавая своей жизни взамен на жизнь пчелы медоноса. Пчелы медоносы получают возможность как вылететь с уля за нектаром, так и вернуться. А трудень наш опять гибнет. Какой трудень у нас кавалер и какой он боец мы с вами уже знаем. А теперь давайте рассмотрим, какой он работяг. Поскольку трудни могут выделять тепло, как и рабочие пчелы, то они могут и извлекать влагу из нектара. А значит они способны производить мед. Это не моя фантазия, это наушно доказанный факт. Также они успешно обогревают расплод, хорошо поддерживают температуру внутри уля. При необходимости в большую жару они вентилируют улья. Плюс ко всему, когда идет главный медосбор, трудни перелаживают на свои хрупкие крылышки большую часть работы, которую делали летные пчелы. Тем самым больше пчел вылетает за нектаром, а значит и повышается КПД самой пасеки. Те пчеловоды, которые не видят дальше своего носа, постоянно вырезают трудовый расплод, они даже понятия не имеют, в каком подавленном и стрессовом состоянии находятся их пчелы. Которые постоянно стремятся вновь и вновь заложить необходимое количество трудня для нормальной жизнедеятельности своей семьи. И при этом, естественно, больше расходуется кормов. Такие семьи, как правило, менее продуктивные, чем те, в которых трудовый расплод не вырезается. Они даже быстрее стареют, поскольку находятся постоянно в стрессовом состоянии. Сразу отвечу на вопрос, который может возникнуть у наших зрителей. Обрезаю ли я у себя на пасеке трудовый расплод? Обрезаю. Обрезаю для производства трудового гемогенадоля, трудового молочка. Дело в том, что моя пасека, я уже неоднократно говорил, она не медового направления. Род деятельности у нас это продукция апитерапии, настойки продуктов жизнедеятельности восковой моли, пчелиного подмора, прополюс, пыльца, гемогенад и так далее. И я у себя на пасеке создаю благоприятные условия именно для этого рода деятельности, а не для сбора меда, хотя меда у нас на пасеке тоже хватает. Но при всем при этом я трудно всего не режу, только в рамках необходимости согласно своей профессиональной деятельности. Теперь у меня есть несколько вопросов к пчеловодам, которые пропагандируют вырезание трудового расплода. Мотивируя это тем, что клеща на пасеке не будет, а коэффициент полезного действия по сбору меда увеличится чуть ли не в три раза. Но смотрите, вы вырезаете трудовый расплод и у вас клеща на пасеке не стало? Чушь. Как был клещ, так и есть. Вы вырезали трудовый расплод и поэтому осенью вы уже не заливаете, не травите своих пчел бипинами или какой-нибудь тяжелой химией. Заливаете. У вас пчелы перестали роиться? Не перестали. Они перестали болеть и умирать? Нет, они болеют и умирают. И таких вопросов задать можно еще много. Но ответ будет один. Нет, 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 нет. Так в чем же смысл вырезания трудового расплода? Семьи постоянно в стрессовом состоянии. Продуктивность пасеки падает. Доказано не мной, а наукой. Матки без трутня при облете пропадают. Пчелы быстро стареют. Тоже наукой доказано. Семьи ослабевают. Еще и ярлык на трудня навесили, как бездельника и дармоеда. Подумайте над этим. Ведь вы пчел завели не только для того, чтобы ими любоваться, а для того, чтобы еще и заработать. Но такими вот безграмотными действиями вы ставите палки в колеса своему же бизнесу и начинающих пчеловодам этому учите. Ну, пора заканчивать. Думаю, я нашего трутня реабилитировал. Теперь дело за вами. Делитесь это информацией со своими друзьями в социальных сетях. Пускай не обижают бедную камаху. Ей и так в жизни не сладко приходится. Кстати, то, что я вам сегодня рассказал, и это еще не все. А в трутне есть еще очень много интересной и полезной информации для пчеловода. Но не хочу задерживать больше ваше времени. Думаю, если вам будет интересно, дополнительную информацию вы найдете сами. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео. С вами был Олег Дубовой на канале Пасека у реки. Всем пока, до новых встреч и крепкого вам всем здоровья.